всем привет друзья вы на канале с миру по пиву приветствую вас в недорах филиала секретной лаборатории изучения пива сегодня у нас будет обзор двух новых пивцеринов из красно-белого реабилитационного центра это пиво steininger steininger pills и steininger happy whiten погнали давайте сразу открываем наливаем и я и я пару слов про этот пивцерин расскажу заглянули с ипполитом матвеевичем в один из красно-белых центров после пятничной после субботней и как в нашем случае после воскресной реабилитация там оказались два новых пивцари на steininger причем у меня ощущение что мы когда-то что-то подобное уже пробовали что удивительно варит этот пивцерин а их baum из города мангейн то есть немецкое пиво знаменитая такая пивоварня которая варит тех же самых обезьян из кб о которых все знают что-то здесь варится для брестоль специально ну в целом такой большой и в гигант но пиво ну такое всякое разное бывает значит алкоголь 48 процента плотность 10 и 7 состав вода ячменный солод экстракт хамеля вот так вот от такого-то у нас пилс ну и пшеничка хэфи вайцин 5 2 процента алкоголя 11 8 процентов плотности вода ячменный солод пшеничный солод экстракт хамеля дрожжи ну что друзья мои как вы думаете это будет в пилс или это будет писал вот мы сейчас это и проверим собственно говоря по цвету настоящий такой немецкий прозрачный пилс пенная шапка небольшая есть слушаем аромат у пива характерный аромат немецкого пилса лагера то есть такой ячмень пробивается мощное зерно солод и такая травянистости небольшая приятный аромат пробуем вкус вкус солодовый ячменный чувствуется характерный вот этот немецкий ячменный солод который можно сразу же определить и с чехами точно немецкое пиво не перепутать в послевкусии есть хмелевая горечь причем пиво достаточно легкая 48 процентов алкоголя небольшая еле-еле заметная железочка в нем есть еще что удивительно в послевкусии что-то напоминающее вот армянское пиво такой знаете характерный привкус каких-то семечек прямо вот семечки знаете пиво килики или пиво дележан армянская хорошая пиво мне нравится его там прослеживаются именно вот такие семечки что такое я не знаю но прямо вот они нормально прикольно интересно на самом деле 54 рубля 90 копеек за такое пиво вполне себе можно брать ну и пшеничка у нас друзья мои посмотрите такой характерный мутный цвет пенная шапка слушаем аромат такой не яркий но в то же время аромат хэффи вайцена банан чувствуется и на немножко гвоздики причем в аромате именно вот доминирует банан это друзья моим никаких бананов понятное дело пиво никто не добавляет как мне часто раньше писали в яндекс ценник так тоже банан вложит то в пиво да друзья никто не добавляет банан пиво это просто такая удивительная дрожжевая ароматика которая получается благодаря использованию специальных дрожжей и полит матвеевич горячая зарежу пробуй пробуем друзья мои вкус такой достаточно легкий немножко кисловатый кислинка небольшая есть но для хэффи вайцена это допустимо вполне нормально чувствуется банан чувствуется гвоздика ну в целом до хэффи вайцем за 54 рубля почему бы и нет вполне себе нормально я не думаю что кто-то будет здесь ждать шнайдер вайс топ-5 ну или топ-7 хотя бы нет это конечно такая легкая бюджетная хорошая качественная пшеничка друзья мои сегодня у нас был обзор двух пивцеринов штанингер из красно-белого реабилитационного центра 5490 стоит каждое пиво и на самом деле вполне хорошая нормальное пиво можно брать вот тот же самый пилс и определенно еще куплю и не раз наверное хотя зная вот этот мангейн уверен что либо варки либо все-таки хранения неправильно из кб но вполне себе может сказываться и пиво будет так или иначе отличаться вот у нас много раз так было тем же например маэстро александром и джином пробуем одно пиво а вкус и ароматика у нас почему-то абсолютно разная хотя у меня совершенно нет к александру какого-то недоверия и у него точно также причем по отзывам да действительно вкус и ароматика пиво из кб да не только из кб меняется по самым разным причинам как я уже сказал от неправильного хранения да вообще в принципе каких-то не самых удачных варок хотя я уверен что в мангейме есть все возможные лаборатории которые себе только можно представить ну да не суть в общем вердикт секретной лаборатории филиала секретной лаборатории штанингер можно брать подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно нажимайте на колокольчик чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале с миру по пиву всем добра и мира друзья увидимся пока